С 4 по 7 Июня текущего года в городе Новокузнецк прошла 32-я ежегодная выставка «Уголь России и майнинг». Завод ГИРД не изменяет традициям, принял участие в выставке. В этом году исполняется 30 лет, как завод ГИРД изготавливает свою уникальную спецтехнику и предлагает актуальные решения для бизнеса в различных отраслях развития. Благодаря собственному конструкторскому бюро может осуществлять технически сложные потребности заказчика. На прошедшей выставке было представлено 4 образца продукции. Передвижная маслораздаточная станция на шасси «КамАЗ» предназначена для транспортировки, перекачки, заправки и замене смазочных, охлаждающих и отработанных жидкостей на удаленных объектах. Фургон представляет собой цельную конструкцию, разделенную на два изолированных друг от друга отсека с отдельными входами. Для выполнения своих задач специальный автофургон оснащен всем необходимым оборудованием и инструментом, который надежно закреплен на штатных местах. Бортовой «Урал» предназначен для транспортировки крупногабаритных грузов. Наличие у автомобиля краноманипуляторной установки «ИМ-240 Нью» позволяет производить погрузку и выгрузку без привлечения другой спецтехники. Данная краноманипуляторная установка является абсолютно новой и улучшенной, имеет надежную конструкцию и хорошее качество. Специалисты завода «ГИР» также занимаются переоборудованием спецтехники. Один из образцов был представлен на выставке – передвижная автомастерская с краноманипуляторной установкой «ИМ-150 Нью» на шасси «Хова». В комплектацию мастерской входят все необходимые составляющие для выполнения большого спектра задач – сварочное, газорезательное, маслораздаточное и другое вспомогательное оборудование. Вахтовые автобусы «Берлога» давно зарекомендовали себя как надежное транспортное средство для перевозки вахтовых бригад по любым видам дорог. Данная модель оборудована на шасси «Урал-Некст», рассчитана на 28 мест и изготовлена по традиционной бескаркасной технологии из пятислойных сэндвич-панелей. Все это обеспечивает тепло, надежность и комфорт для пассажиров.